Ни ветер, ни снег, ни тем более какие-либо низкие температуры не могут остановить ямальских автолюбителей. Они готовы выехать на лёд в любую погоду. 25 февраля в Новом Уренгое прошёл этап чемпионата Янао по дрифту на льду. Любителей погонять по замёрзшей трассе в газовой столице немало и зимним дрифтом многие занимаются давно. Но официальные соревнования впервые прошли только в прошлом году. К счастью, в данной ситуации, к счастью, у нас 9 месяцев зимы и все условия, пожалуйста, у нас есть чудесные водоёмы, площадки. У нас холодно, можно начинать пораньше, вся страна там ждёт, пока всё замёрзнет, и у нас можно, грубо говоря, в ноябре уже приступать к тренировкам. В этом году в соревнованиях участвуют более 50 автолюбителей. Они тренировались, готовились к заездам и, конечно, готовили свои машины. Это довольно-таки популярная на сегодняшний день дисциплина автомобильного спорта, которая по всей стране, в принципе, развивается очень динамично. Необходимо подготовить машину, то есть есть соответствующие требования. То есть там немного машина дорабатывается по двигателю, по подвеске. Ну, навыки набиваешь, тренируешься и потом уже едешь. Сначала проходит квалификация по заданию судей. Каждый проезжает один, потом уже при результате квалификации формируются пары, происходят парные заезды. То есть сначала едет первый участник лидером по заданию судей, второй должен максимально повторить его траекторию, ехать как можно быстрее. Потом они меняются местами. Судьи рисуют задания. У нас есть зоны, в которые мы не должны попадать. Есть зоны, где мы должны ехать с определённым углом, с определённой скоростью. То есть это всё оценивается. Это, грубо говоря, идеальное прохождение трассы – это 100 баллов. И вычитаются, то есть косяки. Да, люди на льду готовятся, тренируются. Начинается это всё с малых скоростей и потом заканчиваются профессиональным выступлением на подготовленном треке. То есть люди уже как бы знают, что нужно делать, как это делать безопасно, как проехать. Гюли Димитрадзе, Феликс Россихин, Эльгей Салмакаев, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.